Я очень рада насчет то, что нас позвали сюда на церемонию. Мы очень гордимся, что мы вышли в мейстер-лигу. И очень классно здесь было. Я занимаюсь футболом уже 4 года. И все эти 4 года я занимаюсь властами Аяксе. И я благодарна этому клубу за все, что он делает для меня. Это как моя вторая семья, и мы все друг друга очень любим. И как бы нам тяжело не было, мы все равно все вместе всегда. И наши тренера, они очень многое для нас значат. Ну вообще сейчас стал футбол женский очень развит. И как и в Эстонии, так и в других странах. Но в Аяксе женских команд не очень много. Мы хотим больше, набираем маленьких девочек. Ходим в садики набирать. Но старшие команды только мы. Мы играли в первой лиге, сейчас вышли в высшую лигу. И у нас есть Ц-класс и младший. Это уже традиция. Хотя бы через определенное время встречаться, обсуждать, подводить итоги. Но этот год был особенный. Потому что наши девочки не только удивили себя, но и всю Эстонию, и всю футбольную общественность. Потому что такой молодой команды в истории эстонского футбола в высшей лиге еще не было. Это один результат. Второй результат это то, что в клубе направление среди девочек приобретает очень обширный характер. То есть с города Марду девочки к нам ходят, с мустами, с мастерами, со всего Таллина. Потому что мы единственный клуб, который имеет почти все возраста девочек. Все возраста мальчиков. Плюс мы сейчас очень многих садиков курируем тоже. Это маленькие дети от 5 до 8 лет, которые первоклассники идут в школу. У нас очень серьезное сейчас намерение работать с прекрасным директором школы. Это Сергей Николаевич Гаранжа, который с 1 сентября обещает свой спортивный комплекс предоставить для наблюдения за детьми. Для отбора хороших детей, которые имеют какие-то способности в области футбола и вообще в области спортивных игр. Я естественно тоже хочу поблагодарить госпожу Юферию, которая сумела найти и время, и поблагодарить весь клуб. У нас всегда были хорошие отношения с управой. Нам в следующем году 25 лет. Естественно, что мы к этому сезону показали идеальные результаты. И мы хотели бы, чтобы в следующий год мы результаты эти, по крайней мере, хотя бы сохранили. Хочу отметить также команду ветеранов. Мы в этом году стали чемпионами Эстонии, кому за 45 лет. Мне очень приятно поздравить людей, которые всю жизнь занимаются футболом. Они являются примером в клубе для молодых подрастающих футболистов. Что оказывается, футбол играет не только до 35 лет, а и до 50, до 60. Так что я хочу, чтобы у нас была не только команда ветеранов, но и все-все-все команды, которые дают право заниматься этим прекрасным видом спорта футболом.